Евросоюз Европейского Союза, в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задача использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано, в интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза. Все остальные, по выражению Борреля, это джунгли, которые мешают цветущему саду развиваться. Поэтому эти джунгли необходимо переформатировать, подстроить под свои нужды, превратить в колонии нового типа и безжалостно выкачивать оттуда и дальше, но уже новыми методами ресурсы. Курс Вашингтона на диктат международных делах, если по-простому, означает буквально следующее. Нам, американцам, дозволено все, чего мы захотим и где мы захотим, хоть на другом краю земли. Что нам кажется необходимым, то мы и будем делать. А вам, всем другим, без нашего американского согласия нельзя ничего предпринимать, даже в ответ на прямые угрозы Вашей безопасности, которые мы сами создаем на Ваших границах. Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза. Сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию, и практически всех европейцев по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей, задачей окончательного решения русского вопроса. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, на Украине, как и на любой другой территории, граничной с Российской Федерацией, само собой, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которые представляют прямую угрозу нашей стране, на Украине не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции, воспитывать в этих традициях своих детей, подчеркнув в полном соответствии с Конституцией Украины, в которой записано, что Украина гарантирует свободное разбитие, использование и защиту русского других языков национальных меньшинств Украины. Там русский специально выделен, и эта Конституция сохраняет свою силу. О переговорах речи быть не может с Зеленским, но хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Так что вся эта болтовня западная о том, что они-то готовы, а вот мы, это все от лукавого.